По-разному начинается рабочий день у социального работника Светланы Смолениновой. Но очень часто с похода в магазин. Но не для себя она покупает товары, а для своих подопечных пенсионеров. Продукты подбираются по списку, в корзину идет только качественный товар. В комплексном центре социального обслуживания «Вера» ежегодно получают услуги свыше 400 пожилых граждан и инвалидов городского округа. В ведении Светланы полтора десятка человек. Одна из них – Галина Мамжиева. Открыто, захожу. Здравствуйте, Галина Викторовна. Добрый день, добрый день. Как ваши дела? Да вот ползаю потихонечку. Галине Викторовне 83 года. Из-за состояния здоровья она не выходит на улицу. Родственники живут в Москве, а потому Светлана для нее – реальная связь с внешним миром. Говоря о ней, пенсионерка использует только уменьшительно-ласкательную форму. Помощь исключительная. Я очень довольна, что мне предоставили возможность работать именно со Светланочкой. Вот она и доброжелательная. Самая главная ее черта – это доброжелательность. Вот она с удовольствием выполняет все мои просьбы. Так что я, Светочка, очень довольна. Обязанностей у социального работника довольно много. Ведь многие старики имеют проблемы со здоровьем. И социальный работник для них – это настоящая надежда и опора. На данный момент у меня 15 бабушек. Я работаю с ними по покупке продуктов, лекарства. Убираюсь дома. Помогаю как по хозяйству. Готовим кушать. Галина Михайловна Ткачук – недуг приковал к постели. Но благодаря силе воли и, главное, своему помощнику, она прирозмогла себя и потихоньку учится ходить. Для нее социальный работник Наталья Аронова и близкий друг, и строгий тренер. Пускай пять шагов, но не мои. Нет, мы идем цветы поливать. Мы же сегодня не полили их. Наверное, это еще одна важная составляющая социальной работы – дарить пожилым людям уверенность в себе и своих силах. При рассказе о помощи, которую оказывает Наталья, Галина Михайловна не в силах сдержать слез. Покушать, погреть, убраться. Я же не могу помыть сам палы. Это же невозможно. Рука одна, нога одна. А так, ну что, Наташа вообще, понял, с их родителями. Свою самую большую радость и самую большую сложность в этом непростом труде социальный работник Наталья Аронова описывает всего в нескольких словах, главные из которых – внимание, забота и тепло. Это надо быть очень коммуникабельным человеком, внимательным и заботливым, что, в общем-то, в наше время многим не хватает. А бабушкам, как правило, нужно больше общения. Им больше нужно общения, разговоры и тепло душевное. И это душевное тепло они не устают передавать тем, кто в этом нуждается. С Днем социального работника. Максим Козлов, Константин Барлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.